Праздничную атмосферу не создают елки или украшения, хотя они тоже вносят какую-то свою лепту, но знаете, праздничная атмосфера приходит от осознания истинной ценности Рождества. Да. Знаете, вот честно скажу, я не очень люблю новогодние праздники. Сейчас скажу. Я не очень люблю новогодние праздники в магазинах. Вот не знаю, у меня пунктик по этому поводу. Вот признаюсь. Для меня вот это вот, когда начинается где-то с середины ноября и вот до середины января, вот этот вот промежуток времени, вот я не знаю, я захожу в магазин, там все вот эти вот мишура вот это. Я хочу прийти, ну не знаю, почему-то мне вот не нравится. Хотя вот в церкви, слава богу, красиво, правда? И я все постоянно думаю, почему же так вот. Я люблю Рождество, мне нравится Новый год. Ну вот почему-то вот именно когда я захожу в магазин, там в эпицентр, например, и хочу купить строительный материал, я вижу только елки, елки, елки. Вот. Знаете, и я думал всегда об этом и до сих пор думаю. Но одна мысль есть. Знаете, когда мы говорим о Рождестве, весь мир говорит о Рождестве практически, весь цивилизованный мир, он говорит о Рождестве. Сейчас все готовятся, все праздновать собираются, все друг друга поздравляют. Вот. И знаете, так легко поступить так, как все. Так легко, знаете, говорить эти слова поздравления, наряжать все так красиво. Знаете, ведь наряжают, ну потому что праздник, не осознавая всей ценности этого Рождества. Все это, ну слишком уж искусственно. Это красиво внешне. Но внутри, знаете, хочется, чтобы внутри мы, как христиане, как верующие люди, мы внутри себя всегда осознавали причину всей этой красоты. Не потому, что просто праздник. Знаете, вот на празднике, ну разные праздники были. Было 1 мая когда-то. Ну оно и сейчас есть. Пока что. Вот. Ну это был такой большой праздник. И все наряжали, все красиво тоже делали. Но нельзя, знаете, даже нельзя приблизить к существу Рождества. К тому, почему мы его празднуем. К тому, что это значит для нас. Знаете, так важно держать фокус на вот именно причине, почему же мы празднуем. Мы празднуем не потому, что наступила зима, и вот сейчас вот так положено. Ну вот родился Христос. Мы верим в Христа, поэтому мы празднуем. Но что на самом деле произошло в те дни? Нам нужно помнить об этом, нужно держать это перед своим взглядом, перед, в своем разуме нужно держать и осознавать это. Чтобы не превратиться вот в такой вот магазин с кучей мишуры, но в котором нету места для Христа. Помните, когда Христос родился, когда перед самым его появлением на свет Иосиф и Мария, они должны были там пройти перепись, они двинулись в родной город, но там не оказалось места. Для Христа не оказалось места. И таким образом, знаете, читая это, я понял, что же мне так не нравится. Слишком искусственно. Слишком искусственно. Знаете, это неплохо украшать и наряжать. Но важно понимать, почему я это делаю. Что Рождество дает мне, что оно значит лично для меня. Вот в эти дни, знаете, мы празднуем, мы радуемся. И это действительно такой праздник, который нужно радоваться. Радоваться тому, что Божье Слово, оно исполнилось. Оно воплотилось в жизнь. Оно воплотилось в физической форме. Оно пришло к нам. Нам нужно радоваться этому. Но и также осознавать, что Бог говорит нам через этот праздник. Знаете, Библия, я не перестаю повторять, эта Библия, она очень практическая книга. Очень практическая книга. Там нету просто описания чего-то. Описание Рождества, это не просто описание какого-то события, но это также и хороший образ, чтобы увидеть Божьи отношения к нам. Увидеть Божью любовь к нам, Божью заботу к нам. То, как Его воля исполняется в нашей жизни. Об этом я бы хотел поговорить. Откроем сначала Евангелие от Иоанна, первая глава. С первого по третий стих. Четвертый даже. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И перескочим сразу на 14 стих. Это прямое продолжение. И написано, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Итак, Иисус Христос, Сын Божий, приходит в этот мир. Приходит во время, которое, ну, знаете, вот как обычно говорят, что самое темное время перед рассветом. На тот момент это было действительно так. Весь мир, он был во тьме. Весь мир лежал во тьме, весь мир лежал во грехе, и не было света. И вот в этот момент, Богом задуманно, приходит Христос. Знаете, я слышал очень интересный пример, почему Христос пришел. Да, Он пришел для того, чтобы искупить наши грехи. Но Он пришел в образе человеческом еще по одной причине. Я слышал очень хороший пример по этому поводу. Однажды, ну, это как бы притча такая, наверное, не было такого на самом деле, но это очень хорошая притча. А однажды девочка маленькая, она шла с папой, они шли мимо стройки, и там производились какие-то земляные работы, там, знаете, вот эти все бульдозеры. И девочка обратила внимание, что там вот муравейник с муравьями, который находился на, вот, так сказать, в зоне этой стройки. Говорит, папа, как мы можем их спасти? Такие муравьи, их же там затопчут за... Может быть, как-то можно выкопать? Да нет, там, ну, как его выкопаешь? Вот этот муравейник, он глубоко под землей, там множество ходов, их там тысячи, миллионы этих муравьев. Единственный способ, которым ты смогла бы им помочь, это самой стать муравьем, чтобы объяснить, как им спастись. Единственный способ, как можно было помочь этому погибающему миру, прийти сюда, оставив славу неба. Господь пришел сюда для того, чтобы указать нам путь. Как человек. Он пришел и указал нам путь. Он стал для нас вот этим вот муравьем, ради нас, ради любви к нам. И знаете, если мы посмотрим на историю Библии, на историю Рождества в Библии, мы увидим очень интересный момент о том, чему нас учит вообще эта история. Итак, откроем Матфея, 1 главу, 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Знаете, выделите это слово, оказалось. потому что, когда Бог приходит, когда Бог начинает действовать, очень часто это происходит внезапно. Когда Бог приходит в нашу жизнь, Он не спрашивает о наших планах. То есть, поймите, это сюрприз был только для Иосифа. Оказалось. У него здесь планы уже. Уже свадьба готовится. И тут оказалось, что она беременна от Духа Святого. Мы знаем эту историю хорошо. Потом ангел явился ему, сказал, не вздумай бросать. Потому что изначально написано, что он, будучи праведен, знаете, что значит праведен? Праведен значит, что он исполнял закон. И по закону он должен был ее наказать. Но вместе с тем он ее любил. Поэтому в нем боролись вот эти два чувства о любви и верности закону. И он, будучи праведен, он нашел такой компромиссный вариант, он хотел ее отпустить. Но приходит, и написано, когда только он помыслил об этом, приходит ангел. Вдруг. Приходит ангел и корректирует. Итак, первое, что мы видим с этой историей, как Бог действует в нашей жизни, это происходит внезапно. Оказалось. Внезапно. Это не, часто это не берет в учет наши планы. Это не берет, не принимает во внимание наши планы, наши какие-то мысли. Почему? Потому что Бог в Слове Своем сказал, что мои пути не ваши пути. Мои мысли не ваши мысли. Потому что Он видит картину гораздо больше. Он видит картину гораздо шире, чем мы. И когда Он приходит в твою жизнь, когда Он начинает действовать в твоей жизни, для тебя это, конечно же, может быть сюрпризом. И важно, правильная реакция. Кто не слышал проповедь прошлого воскресенья, наш пастор проповедовал о реакции на Христа. Послушайте обязательно. Очень хорошая, вдохновляющая проповедь. Какова наша реакция? Иосифу изначально реакция была такая как бы компромиссная. Но приходит ангел и мягенько так корректирует. Все хорошо, Иосиф. Ты возьмешь ее в жены. Ты наречешь ему имя. Ты сделаешь все как надо, потому что мои пути это не твои пути. Ты собирался играть в свадьбу, но внесем коррективу. Потому что сначала должна быть исполнена моя воля, говорит Господь. И таким образом происходит и в нашей жизни. Когда ты что-то задумал, когда ты что-то намерился, оно приходит от Бога слово, приходит от Бога направление. и ты оказалось. Оказалось, что Бог хочет от тебя что-то другое. Оказалось, что Бог видит тебя совсем немного по-другому. И важно наша реакция. Другое место описание оказалось. Луки 2 глава. Луки 2 глава. С 8 стиха прочтем. И в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг оказалось внезапно предстал им ангел Господень и слава Господня осияла их и убоялись страхом великим. И сказал им ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидов Спаситель который есть Христос Господь. И вот вам знак вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях и внезапно явились с ангелом многочисленного воинства небесное славящее Бога и взывающее славу Вышнему Богу и на земле мир и в человеках благоволения. Вот вдруг были пастухи которые пасли свои стада они делали это каждый день они выгоняли эти стада в поле они ночевали с ним в поле они делали всю эту работу каждый день одно и то же каждый день одно и то же но вдруг внезапно Бог приходит в их жизнь внезапно Бог проявляется в их жизни и это меняет знаете что еще важно когда Бог вот так вот появляется в твоей жизни это переворачивает твою жизнь с ног на голову и это хорошо это меняет кардинально твою жизнь когда ты покаялся это поменяло кардинально твою жизнь правда когда Бог вошел в твою жизнь ты уже не мог быть прежним и эти пастухи вдруг они переживают посещение Божье внезапно и это меняет их они оставляют свой стад и идут искать младенца пастухи которые должны следить за стадом все это поменяло они идут искать младенца потому что что-то более важное появилось в их жизни точно так же как в жизни Иосифа что-то более важное чем просто свадьба появилась в его жизни это откровение от Бога когда Бог дает нам свое откровение да это внезапно да это возможно нарушает наши планы но наш наша правильная реакция позволит ему осуществиться и позволит нашей жизни преобразоваться когда Бог дает свое слово в нашу жизнь это иногда кажется просто чем-то невероятным когда Бог тебе через пророка или через откровение говорит в твою жизнь говорит какое-то вдохновляющее слово которое мотивирует тебя делать что-то делай это не надо удивляться а как это произойдет другое вдруг когда ангел является Марии и она недоумевает говорит а как так произойдет я еще не замужем даже но потом услышал этот ангел он говорит да будет мне по слову твоему я не понимаю как это будет знаете как важно вот ответить Богу не просто ну хорошо но будет мне по слову твоему я не имею ввиду буквально отвечать я имею ввиду осознать это потому что то что Бог для нас планирует оно не всегда вмещается в наш разум а как это произойдет а как оно будет но да будет мне по твоему слову потому что написано в священном писании в этих же стихах о рождестве мы видим как ангел говорит что у Бога не остается не отвеченным ни одно слово ой простите не исполненным ни одно слово все что говорит Бог так или иначе должно быть исполнено так или иначе оно должно выполниться и для этого Бог делает все необходимое и наша роль здесь принять или нет если мы принимаем все приходит гораздо безболезненно да ну он находился в некотором родстве с Марией Захария помните да такого персонажа он был первосвященником и уже он был в летах и детей у него не было но приходит ангел и говорит у тебя родится сын более того а это будет не просто сын это будет тот кто будет указывать напрямую на Христа и здесь мы видим пример неправильной реакции неправильной реакции которая говорит он говорит я же уже как бы годы да нет ну что-то не то ну говорил он слишком много скорее всего поэтому ангел раз говорит так чтобы лишних разговоров не было ты помолчишь вот до того момента лучше помолчи назовешь его Иоанн Захарий Захарий уже в тот момент наверное не мог говорить поэтому он не сказал ангелу о том что у них в роду Иоаннов не было и так не принято и все тому подобное вот как Бог действует вот что мы видим из этой картины Рождества потому что когда Бог приходит Он пришел в этот мир в самый темный его час для того чтобы изменить его но для этого ему потребовались мы люди Он пришел и Он будет действовать так как Он считает нужным Он не ищет знаете второй момент Он не ищет идеальных условий Он их создает Он не ждет знаете мы как бы когда получаем какое-то слово мы ждем когда все станет на свои места чтобы начать действовать у нас есть куча условий для Бога это не важно Бог действует в любых условиях поэтому когда Мария с Иосифом пошли на перепись и оказалось что мест нету это Бога не остановило это не остановило его замысел его не остановит его замысел для твоей жизни не остановит твои причины которые ты сам себе выдумываешь его не остановит твои обстоятельства которые происходят сейчас в твоей жизни он выше этих обстоятельств для Божьего замысла не является препятствием в каких условиях ты живешь какое у тебя образование что кто тебя окружает если ты получаешь это слово если ты говоришь да будет мне по слову твоему он все остальное устраивает он все остальное предусматривает он великий Бог для него нет ничего невозможного но как мы можем познать эту невозможность ну эту безграничную величие его если мы сами ставим ему условия говорим Боже ну да я согласен хорошо я буду служить но мне нужно вот это вот это и вот это и мерседес придачу я буду служить если я найду ответы я приду к тебе я покаюсь перед тобой если я найду на вот эти вот эти вот эти вопросы ответы да не ставь Богу условия просто делай то что Он тебе говорит просто делай то что Он предусмотрел для тебя Божья воля в ту ночь Божья воля исполнилась для всего мира благая угодная и совершенная воля о которой мы читаем со страниц Писания в тот момент исполнилась для всего мира она может исполниться для тебя у Бога для тебя есть Его предназначение у Бога для тебя есть судьба у Бога для тебя есть то место в котором ты сможешь максимально эффективно служить Ему у Бога для тебя все это есть и Он не ждет что когда наступит такое благоприятное время когда обстоятельства так правильно сложатся но если наступает время по его часам это должно быть исполнено если нужно было родиться Иоанну он родился там где должен был родиться в определенном расспе с Иисусом если нужно было родиться Иисусу он родился да в хлеву но тем самым Бог показал нам что он способен даже хлев сделать обиталищем своим он способен даже твою жизнь которая может быть напоминает этот хлев сделать своей обителью аминь твою жизнь которую ты смотришь на свою жизнь ты не понимаешь что с ней происходит Бог понимает у него есть для тебя план у него есть для тебя судьба он понимает о чем он говорит он видел тебя от твоего рождения до твоей смерти он видит тебя он знает что он хочет от тебя поэтому принимай это принимай говори Господь да будет мне по твоему слову когда ты слышишь это побуждение в сердце которое приходит от Господа не надо спрашивать как это будет один уже спрашивал договорился не надо спрашивать как Бог все усмотрел и третий момент который мы видим из-за его посещения Бог не выбирает идеальных людей для того чтобы его воля исполнилась для того чтобы его царство распространялось для того чтобы его царство росло Бог не ищет себе идеальных людей Он ищет послушных Аминь Бог не ищет тех кто будет отвечать всем критериям Он прекрасно понимает нашу всю сущность Бог не ожидает от тебя что ты моментально все поменяешься но тебе нужно согласиться потому что когда ангелы явились пастухам это не были знатные люди это не были богатые люди это были самые обычные такие работяги которые день и ночь натрудились над этим стадом они пропахлись в общем представили картину но Бог выбирает их как одних из первых свидетелей пришествия своего на землю для того чтобы показать нам что знаете написано 1 Коринфянам давайте откроем 1 Коринфянам первая глава очень важно 1 Коринфянам первая глава перескочил первая глава 27 по 29 стих но Бог избрал немудрое миро чтобы посрамить мудрых и немощное миро избрал Бог чтобы посрамить сильное и незнатное миро и уничиженное и ничего незначащее избрал Бог чтобы упразднить значащее для того чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом эти стихи это прямая отсылка на ту ночь когда родился царь Иудейский и первые кто его встречал не были премьер-министры не был царь тот вообще его убить хотел не были знатные люди даже не местный мэр там не пришел даже не потому что они не хотели Бог выбрал немощные миры Бог выбрал самых простых людей ничего не значащих по человеческим меркам но так много значащих в глазах его эти люди по-человечески ничего не значили они ничего не решали но именно их выбирает Бог и ты может быть спросишь я ничего не решаю как я могу послужить ему я не не имею какого-то веса я не имею какой-то особой талантов каких-то не имею способностей но Бог ищет именно таких я слышал еще интересную интерпретацию почему именно пастухи потому что пастухи долгое время они ну как они были вдали от большого города зачастую они долгое время проводились со своими овцами они о них заботились почему Господа сравнивает с пастырем потому что их сердце оно было определенным образом настроено они долгое время находились вне так сказать ну вот больших городов с его суетой с его ну цивилизацией да если можно это назвать цивилизацией ну да вот на то время то есть они находились ну на определенном отдалении поэтому как бы все эти заботы этого мира как-то не сильно их касались поэтому они были более восприимчивы к таким вещам поэтому они смогли увидеть это явление Божье когда ангел сошел а потом еще армада сзади него появилась начали петь прославлять восхвалять Бога они были готовы они для мира не значили ничего но их сердца определенным образом были подготовлены они были наверное даже не письменные не книжные они может быть когда периодически посещали синагогу но на этом все они возможно не знали очень хорошо закон так как знали его законники они не знали всех писаний они даже может быть не знали всех пророчеств хотя об этом многие слышали то время когда происходили эти события с пророчества Исаии прошло порядка 600 лет вы помните что произошло 600 лет назад когда кто-то вообще помнит что было 600 лет назад здесь реформация да но вот в Украине кто там что сказал кто-то никто не помнит но это это пророчество оно передавалось поэтому когда пришли к Ироду эти волхвы Ирод призывает книжников те начинают копаться говорят о да есть такое дело написано было и все сразу вспомнили ну вот эти вот простые люди простые ничего не значащие повторюсь они возможно даже не знали об этом где-то может быть передавалось это по наследству как-то пересказывали но никто толком не узнал как это должно произойти знаете они не сидели ну вот мы возле Вифлеена тут точно должен родиться Христос вот прямо сейчас это было неожиданно это было вдруг это было внезапно но это переворачивает их жизнь и они направляются другой тип и здесь тоже идет противопоставление это были языческие волхвы они были астрономами они не были христианами более того христиан тогда еще не было но они каким-то образом прикоснулись к этой тайне они каким-то образом потому что вся вселенная она стояла на ушах и люди которые наблюдали за звездами наблюдали за всеми происходящими они не могли не заметить что что-то произошло что-то особенное должно произойти поэтому они появились в Иерусалиме в силу своей культуры в силу своей ментальности они конечно же пошли во дворец потому что если было предсказано что появится царь то вполне логично что он должен появиться в соответствующем месте Ирод не был справочным бюро что они к ним пришли они реально искали там царя они рассчитывали что это будет вот сын текущего царя который правит но там его не оказалось и они пошли дальше они пошли дальше и мы видим что Бог избирает не совсем подходящих людей Бог выбирает Он выбрал нас не самых подходящих возможно под эту роль Он выбрал волхвов которые ну никак не подходили под знаете под роль его вестников потому что ну это волхвы они волхвовали это вообще запрещено было законом но Бог выбирает их Он не выбрал книжников Он не выбрал фарисеев Он не выбрал тех кто хорошо знали все эти пророчества хотя и они в момент когда Ирод спрашивал они соприкоснулись с этим но мы не видим их там пошли лишь волхвы пошли волхвы они приходят и как брат Геннадий проповедовал они принесли золото ладан и смирно они принесли эти пророческие дары которые определенным образом предсказывали то что должно произойти то что должно случиться как это произошло лишь я у меня лишь одно объяснение Бог направил их Духом Святым Он направил Он сказал им что взять Он сказал им куда идти Он направил Он выбрал их выбрал их ничего не значащих в глазах иудеев они ничего не значили в глазах религиозной верхушки это были ну люди с которыми не стоит общаться да они были знатные скорее всего они были богатые но для законов того времени ну знатные знатные но по религиозным вопросам с ними бы не общались но вместе с тем бог выбирает потому что бог не ищет идеальных он ищет послушных послушных наше послушание это ключ к тому чтобы божья воля мы все хотим чтобы божья воля исполнилась правда точно так же как в ту ночь послушание являлось ключом послушание Марии являлось ключом того что Христос пришел в этот мир через нее послушание Иосифа являлось ключом что он оказался рядом с ней послушание волхвов было ключом и что божья воля исполнилась в их жизни послушание пастухов было ключом и божья воля исполнилась в их жизни наше послушание приводит нас к младенцу Иисусу наше послушание приводит нас к нашему спасителю наше послушание его слову написано слово стало плотью и обитало с нами все что написано в слове это все заключено в Иисусе когда мы хотим знать какой Иисус мы не можем его видеть физически в отличие от людей которые были в то время но мы можем взять слово и все что в нем написано от бытия до откровения это о нем и если мы берем это слово оно было воплощено в физическую форму и мы можем соприкоснаться с ним когда мы берем его мы принимаем для себя мы исполняем его мы послушны ему мы говорим да будет мне по слову твоему боже пусть нам будет по слову твоему не по нашим словам не по нашему разумению не по нашим заслугам по слову твоему не по словам других людей по слову твоему Господь не потому как люди знаете может быть тебе всю жизнь говорили что ты ни на что не способен но это не слова Божьи может быть тебя никто никогда не воспринимал всерьез но это не слово Бога Бог имеет для тебя свою судьбу Бог имеет для тебя предназначение Бог имеет для тебя свою волю которая должна быть исполнена единственное препятствие для тебя это не послушание это не покорение слову Божьему Бог знаете его есть воля глобальная для спасения человечества для того чтобы все люди спаслись и достигли познания истины и он будет использовать всех людей кто захочет он будет использовать всех кто согласится но есть воля его для нашей жизни и если глобальная воля она исполнится в любом случае вот Иисус придет в любом случае ничего в этом мире нет что могло бы как-то помешать этому или отсрочить хотя бы на одно мгновение его пришествия почему потому что он всегда найдет людей через которых он будет действовать вопрос в том будем ли мы в числе этих людей если если история не терпится слагательных наклонений но все-таки если бы кто-то не согласился во всей этой истории Бог бы нашел других но произошло то что произошло они согласились и они вышли в историю более того они создали эту историю и вопрос в том соглашаемся ли мы творить историю соглашаемся ли мы с Божьим предназначением не соглашайся с предназначением от людей не соглашайся с тем что тебе когда-то говорили что тебе возможно сейчас говорят что тебе говорит твой опыт жизненный это вообще страшная штука очень часто наш жизненный опыт он нам помогает но так же часто он и мешает нам когда дело касается Божьей воли когда дело касается Божьих истин наш жизненный опыт он как бы немножко дает сбой потому что его мысли не наши мысли и те пути которыми он предназначил нам ходить мы никогда и не ходили поэтому говорить о своем опыте ну так не всегда но что истина вот слово Божье это опыт Божий жизненный Божий опыт когда мы открываем Евангелие и мы читаем опыт жизни Иисуса Христа то как он служил то как он общался когда мы читаем послания которые были направлены для церкви мы учимся этому и мы растем и мы говорим да будет мне по слову твоему если ты предназначил мне чтобы я служил тебе где бы то ни было если ты предназначил мне чтобы я пошел и проповедовал Евангелие да я не знаю как это произойдет я не знаете Моисей когда Бог пришел он тоже начал да я косноязычный я не умею я не знаю Бог и тут нашел выход главное говорить с Богом честно главное соглашаться с тем что он говорит в конце концов если у тебя есть сомнения выскажи их но знаете не с позиции что у меня есть сомнения я тебе выскажу и на этом закончим последнее слово все равно должно быть за Богом и оно будет за ним если мы говорим с Богом с позиции что последнее слово за нами ну происходит то что произошло с Захарией если же мы говорим с Богом мы высказываем ему свои непонимания но мы все равно оставляем последнее слово за ним мы услышим правильный ответ мы услышим верное направление он укажет нам он направит нас и в этом есть истина Божьего слова его слово никогда не остается неисполненным ни одно из слов которые есть в Писании ни одно из его обетований не останется неисполненным в твоей жизни аминь давайте будем молиться сейчас это замечательный день это замечательный праздник просто знаете хочется поблагодарить его просто сейчас закрой глаза пусть тебя ничего не отвлекает ничего не не уводит от сосредоточенности на нем просто закрой глаза и представь себе все то что он сделал в твоей жизни в этот год это еще не последнее служение года но все-таки хотелось бы знаете чтобы закончилось это служение с благодарностью вот все что он сделал я не говорю о знаете каких-то материальных вещах но те слова которые он говорил тебе я знаю что он говорил если ты действительно жаждешь и ты действительно общаешься с ним он говорил тебе много раз через те или иные обстоятельства через слово свое через пророков возможно других людей он говорил тебе и просто возблагодарил за то что за все эти слова за всю ту поддержку которую он тебе оказывал каждый раз даже несмотря на то что ты часто поступал не по его воле ты часто поступал не по не по тому как он бы хотел чтобы ты поступил но вот сейчас просто поблагодарю за каждый день за каждое слово которое не осталось неотвеченным которое не осталось неисполненным он много говорил он он много говорит тебе просто пусть эти слова они исполняются пусть эти слова они они как в рождество когда слово божье оно воплотилось пусть эти слова они воплотятся и в твоей жизни то что бог говорил в рождество воплотилось слово которое звучало многие тысячелетия вот момента грехопадения когда бог пророчески сказал что семя жены будет попирать змея в голову прошло много тысяч лет и с тех пор бог много и много говорил о христе и в какой-то момент произошло это воплощение и ты может быть скажешь бог много мне говорил но я не знаю что я не знаю когда это произойдет я хочу тебе сказать оно произойдет если это сказал бог оно произойдет просто благодари его сейчас благодари за все что было в этом году бог направляет нас разными способами боже спасибо тебе отец спасибо тебе господь за этот замечательный год за это замечательное время которое мы прожили с тобой господь за это время которое мы пробыли в твоем присутствии и под действием твоего слова господь боже спасибо тебе за все эти слова которые ты давал нам за все откровения за всю ту поддержку которую ты дарил нам господь весь этот год спасибо тебе за то что ты направлял нас за то что ты указывал нам путь за то что ты указывал нам истинность тех или иных решений господь спасибо тебе за то что ты оберегал нас твоим словом за то, что Ты всегда приходил в нужный момент с нужным Словом в нашу жизнь. Спасибо Тебе, Господь. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты всегда открывался нам в Своем Слове, и мы могли видеть Твою замечательную любовь, Твой замечательный характер, который Ты являешь нам. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже, за те чудесные благословения, которые произошли в нашей жизни и в этом году. У каждого из нас, Господи. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо за то, что Ты собрал нас всех вместе в одно тело Твое. Ты собрал нас всех вместе здесь, в поместной церкви, чтобы мы могли служить друг другу, чтобы мы могли радоваться общению друг с другом, чтобы мы могли осознавать себя частью Твоего тела. Великий Бог, спасибо Тебе за то, что Ты создал Свою церковь, за то, что Ты создал ее такой сильной, такой грозной, что никакие врата ада не одолеют ее никогда. Боже, и помоги нам оставаться верными, верными и послушными Твоему Слову, чтобы на каждое слово мы всегда говорили, да будет мне по Твоему Слову. Мы всегда принимали это с радостью, мы всегда принимали это с благодарностью, Господь. Все, что исходит от Тебя, это благо. Славим Тебе, превозносим. Великий Святой Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова